Есть различные виды корпораций, организаций. Я разделяю их на два вида. Спортивные там и любительские. Цели вступления в корпорацию или ее создания у каждого разные. Некоторые, например, стремятся вести успешные боевые действия на глобальной карте, зарабатывать много исков и редкие достижения получать. Другие же просто ищут новых друзей, знакомых и близких там по духу товарищей. Будто там земляки или же просто люди с схожими интересами. И вот в зависимости от целей, поставленных руководством, корпорации можно поделить на вот эти вот спортивные и любительские. Допустим, любительская. Это вот такие корпорации обычно создаются простыми игроками, которые не стремятся участвовать в масштабных сражениях. Тематика таких корпораций может быть различная. Например, жители одного города или там любители определенного направления в музыке. Нередко уже сформированные корпорации приходят из других игр или из какого-нибудь интернет-сообщества. И получается, личный состав таких вот корпораций любительских обычно, он разношерстный. Тут могут встречаться как новички, так и прожженные ветераны. И те, и другие приходят ради общения и возможности быстро найти компанию. То есть самой как таковой цели нет у нее. Спортивные же уже, это уже пожестче. Вот спортивные — это корпорации, которые участвуют в боях на глобальной карте, ставят перед собой амбициозные цели. Клайм свой имеет в нулях, достойно выглядеть. То есть в таких организациях царит дисциплина и попасть в них нелегко. Кандидаты проходят тщательный отбор, ну там по различной там статистике игровой, ПВП-показатели, личный состав будет проходить там регулярные клановые тренировки, сражаться за территории. Неактивные игроки будут отчисляться. Обычно перед вступлением в такие организации нужно быть уже как бы заранее подготовлены. Ну и много иметь свободного времени. Они отличаются обязательными, как КТА, вылетами и так далее. Серьезными, то есть амбициями. Тоже. Это все используют. То есть человек начинает сомневаться и так далее. Ну вот ты ему и говоришь, ну смотри, вот есть как бы разные варианты. Есть вот любительские варианты. Ребята собрались просто поболтать языками, потрепаться и все. Делай что хочешь. Летай куда хочешь. Никаких обязательств. Никто не мучает обязательными КТА, вылетами. Лафа. Да есть серьезная организация, у которой серьезные амбиции и так далее. Захватить пол Евы, поставить всех на колени, харкать в рот, доминировать, увековечить свои имена на доске почета, чтобы их рожи были на плакатах и на майках. Если тебе не интересна такая корпорация, ну да, наверное тебе это лучше идти в любительскую, там где просто ребята поболтать вечерком под пивасик, полетать по фанеце и все. Донат на развитие академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню информация о русской академии. В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать перечислить деньги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok